Когда в Инстаграме такие продаются по 12, так что идут все, все на нас в группе. Why? Привет, я Луиза, и это мой первый блог на Ютубе. Я очень долго думала, стоит ли мне вообще снимать Ютуб. Очень многие мне говорили о том, что почему ты не снимаешь Ютуб, ты же так любишь болтать. Вела я всегда только Инстаграм. Мне, конечно, Инстаграма уже мало, потому что там все очень коротко и сжато, и хочется на это делиться как-то больше. Поэтому я сюда пришла для того, чтобы делиться своей красотой. Всякими обзорами магазинов, луки, вещи, косметика, процедуры, уход, красивые места, рестораны, вкусная еда, отдых, путешествие. Короче, у меня будет полный лайфстайл. Грустить нечего, нужно радоваться, нужно радоваться реально каждому денечку и проводить его с максимальной пользой. Вот, пока у меня есть на это время, и это время я хочу посвятить для вас и для себя. Так что начинаем мой первый влог. Ставьте лайки и подписывайтесь. Да, ставьте, я буду рада и благодарна вам, но не поставите, не поставите. Но, тем не менее, мне будет приятно. Зачем я сюда пришла? Пришла я сюда для того, чтобы делиться с вами красотой. Я оценитель прекрасного. Как мне говорили многие, что ты вдохновляешь людей, ты людей зажигаешь. Я правда не знаю чем, но чем-то люди реально питаются мной. Конечно, это не очень хорошо, они иногда на меня действуют как вампиры, но тем не менее. Если я могу вдохновить человека, я это сделаю с радостью и с удовольствием. И мне иногда хочется болтать. Вот, наверное, только для таких людей, которые хотят говорить. Начнем с луко, потому что мода будет много. Одетая сегодня простенько, это... Так, берем телефон. Это куртка Zara, ей 5 лет. Худи тоже Zara. По-моему, в прошлом году покупала. Женщики Bershka и вот такие вот ботиночки. Из натуральной замши Bershka. По-моему, года три уже. Так, ну все. Едем в мой влог. Что лежит у меня в машине всегда? Это бутылочка воды. Этот, кстати, маркер, знаете откуда? Когда я сдавала в инвитро тест ПЦР. Да, я купила тест и мне вот... Маркер, короче. Теперь он живет в машине. Ключи, лосьон для рук. Обязательно нужно ручки увлажнять. Деньги, деньги, деньги заправщиком опять. Жвачечка, крючки от поселочка. Ну, как-то так. Знаете, что я не люблю делать больше всего? Искать парковочное место. Так, до места мы с вами пока не доехали. У меня тут просто такое включение будет. Просто свет очень красивый. Нужно поболтать. Поболтаем мы с вами о том, что... Я себя пару лет... Последних. На самом деле сравнивала. Я думала, ну вот, я не достаточно там, может быть, коммуникабельна. Не достаточно я там хорошо говорю. У меня там бывает западает буква R. И они продавали ему слова. Я знаю, там, например, у меня просто свои минусы. И думала, ну, может быть, это, ну, как бы, типа, твой досяк. Ну, я пыталась это, конечно, проработать. Сейчас у меня таких проблем нет. Я перестала сравнивать с другими. Я смотрю чисто исключительно на себя и на тех людей, которые делают то же самое, что и ты. Вот. И есть люди, которые делают немножечко иные вещи, другие. Но, тем не менее, ты на них смотришь и думаешь, блин, ты не такая успешная, ты не такая крутая, как вот он. Или она. И черт, что мне мешает быть такой? Я, короче, всегда задавалась этим вопросом и поняла одно, что нужно просто делать. Нужно просто пробовать себя во всех общей сферах, которые только есть. Я за свои 27 лет, мне, кстати, 27 лет, чего я только уже не переделала. И вот последний год, это был какой-то со мной такой не очень приятный год в общебной жизни. Это, наверное, и кандемия, карантин, как-то все повлияло. И, честно говоря, себя вообще, можно сказать, просто потеряла. Я понимаю, что мне нравится заниматься вещами, потому что я еще и стилист. У меня был шоу-рум, у меня была студия с маникюром. Ну, это вообще, это было в далеком, так скажем, детстве, так как мне было 20 лет. У меня была своя студия, но это как-нибудь попозже расскажу. Вот, и занималась я всегда красотой для девушек и для женщин. Мне всегда хотелось, чтобы девушки и женщины были красивыми. И важно, в какой сфере, вот главное, вот, я получаю от этого удовольствие, удовлетворение, когда я вижу, что девушке, женщине я помогла в каком-то таком моменте, там, в внешности ее, или, я не знаю, даже просто посоветовала человеку, сделай вот это, пойди туда, отучись на это, и ты будешь вот этим. Блин, знаете, сколько много таких примеров у меня есть. Я просто вдохновила людей, я пустила в них жизнь. И я себя как в какой-то момент потеряла. То есть люди, я им говорю, они делают, а я не делаю. И у меня пошел какой-то такой дисбаланс. И я приняла решение начать. Начать, вот, начать ютуба. Ну что, пока доехала, уже ночь называется на дворе. Ужасные какие-то просто пробки. Я случайно зашла в этот магазин Reserved. И тут очень классные из толстовки эко. Они сделаны из хлопка стопроцентного. И они на... Да, они на флисе. Прикольные, кстати, цвета такие, прям голубые. А вот тут еще и такой горчичный есть. Вот, очень классный. Такой цвет. А, еще смотрите, какие бодики крутые. Из такого материала стрейча. Бесшовные. Хотя, пока проходила мимо этого магазина Reserved. Смотрите, что еще прикольно зашло. Такая куртка из эко-хожи. Но цена всего лишь по 1000 рублей. Когда в Инстаграме такие продаются по 12. Это при том, что я померила, как бы, на свою куртку. Такая очень нежная, мягкая. Так, ну что, вот он этот магазин Lime. Заходим. Замесли сейчас опять, что в магазинах пошел опять зеленый цвет. Смотрите. То есть это шортики. И блузочка, рубашечка такая. Очень интересно, красиво. Правда, не по-осеннему вообще, а скорее по-весеннему. Но, тем не менее. Очень много зеленого. Это платье тоже. Интересное. Авиаторы. О! Внутри на овчинке. На синтетической. Цена 9000 рублей. Павлинионная овчинка. Цена 9000 рублей. Очень много верхней такой теплой одежды. Вот лайн. Второй год прям очень много всего купола. Вот эти вот такие вот укороченные куртки. Тейди. Кстати, они тоже были в том году. А вообще лайн по-моему вообще не запаривается. Они каждый год гонят одно и то же. Но, в принципе, все, что я успел купить в том году, можно купить в этом. А, еще вот такие вот. Тейди. А вот это, кстати, новинка. В том году таких не было. Какое-то очень такое круговое качество. Нужная. Вот эти прям все нежненькие такие. Вот мысочки с гречками и джогерами. Я не понимаю, мне непонятно. Я такое бы никогда не взяла. Кроме еще на себя. На сайте мне были вот такие вот миленькие. Так это не буду убрать. Вот такие. Прям очень классные. Сейчас в зале были такие синие. Синего цвета. Только они совсем такие. Прям холодные. И тут уже более утепленный вариант. Холофайбери внутри. Так, а по цене. 8000. Опять все в воротничках. Четыре тысячи платья. Приятного качества. Хлопок. Ну как вам голосики со штрипками? Прям очень актуально. Тут они во многих цветах. Нравится вам или нет? С мой лимончик. Такое вот. Ай, ну вообще костюм. Очень классные. И вот сережечки продаются. Очень миленькие. Там вообще вот эти вот особенно зеленые. Казамредики такие. А, еще и такой лимончик. Подвесечки. АП. Еще нашла такие буквы. Она классная. Там весь алхалип есть. А вот эта шапка, походу, ухнула со мной. Все, закупилась вперед в машину. Я буду дома, сейчас будем распаковывать. Я просто 40 минут ждала, пока мне принесут эту единственную куртку на самом деле. И вот еще шапочка. Я купила эту шапочку черную. Пока мне ее приносили, я немножко поснимала. Вот эта куртка, это трансформер. Очень такая прям объемненькая. И сейчас я ее покажу, как она будет смотреться на мне. Прямо в очень крутом цвете. Это небесно-голубой цвет. Я вообще хотела взять в бежевом, но так как она была вообще одна в размере S, мне пришлось взять именно ее. Вот она наша курточка, то есть она укорочена на вот таких затяжках. То есть можно ее подсобрать, чтобы она была такая, как... Я не знаю, как бомбра или как что. Мне очень понравилось, что она очень коротенькая. И сейчас будет ее перевоплощение. То есть можно носить ее совершенно спокойно, в принципе, до, наверное, минус 3-х, минус 7-х. Ну, хотя если на машине, то в принципе можно всю зиму подгонять. Так что сейчас посмотрим, как она трансформируется в жилетку. Ну и вот, собственно, что у нас получилось. Вот такая вот офигенная жилетка. Я считаю, что это вообще очень крутая вещь. Потому что холодно, рукавчики пристегнули. Стало более, там, теплее. Рукавчики отстегнули, уже жилетка. Это вообще очень универсальная вещь. Так, и мы забыли с вами про шапку. Вот шапочка. Очень хорошего качества. В составе у нее идет вискоза и полиамида. Всего там что-то вроде 20%. Очень приятная на ощупь. Соответственно, очень круто сочетается с курточкой. Так что вот такие вот у меня покупочки были на сегодня. Трансформация жилетка будет выглядеть вот таким вот образом. То есть у нее идет вот здесь замочек. Рукав на замочке к плечику. Сегодня уже на следующий день. И я еду на свой первый ботокс. Будем прокалывать вот эти вот зоны носогубки. Ай! Это было очень опасно. Кипец. Значит, будем прокалывать носогубки. Возможно, мы еще прихватим лоб. Но здесь уже, как скажут, естественно, косметолог. Вот. Поэтому нужно свое старение замедлять. И это делается с целью профилактики. Вот. Потому что каких-то явно выраженных признаков у меня пока нету. Мне 27 лет. Вот. Поэтому, чтобы быть подольше молодой, нужно делать это, конечно, с молодым. Сейчас просто вот с этого КамАЗа, который прилетел в меня, упала деревяшка. А она просто упала как из пункта назначения. Сразу вспомнился фильм. Блин, это было реально очень стрёмно, очень страшно. Я думаю, ну все, пипец, сейчас улетит. Не было бы вот. Ну что, я вышла после процедуры. Ну, пока я не знаю, что тут вот этот вот лоб. Вот эти вот под глазки, под глазками. У вас очень быстрее, что это все. Водокс вставит. Здесь вот уже немножко другое время про. Пока немножко с отеком. Эти мальчику прямо так и не трогали. Потому что мы сделали в следующий раз. И будет это скорее всего больше мальчик купили. Потому что водокс, мы с вами с вами сказали, не делали. Так что с нас обувками пока-то позже. Уже, видите, нужно как-то проработать хорошо. Если бы Ютуб не блокировал музыку, я бы ехала с музыкой. Ну просто как Нью-Йорк. Я когда здесь еду, мне кажется, что я в Нью-Йорке. Клезенькое другое. Кафе Жанчуга называется. Кондитерская. Если вы хотите здесь. Очень сильно обожаю эту брезную булочку. У нас внутри шоколадом и посыпано какао. Очень вкусный. Еще такой шоколадный кекс. Вообще обожаю это место. Просто изофилия. Крупы для овощей. Это мои самые любимые клинные тортики. Вы представляете? Все раскупили. И здесь очень мало сортимента сегодня. Я просто не успела. Девушка делает разрез. Очень вкусно. Здравствуйте. 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 Я ни разу тут не была. Ничего не кушала. По ассортименту тут как-то вот так. Все очень будет гигантское. Здравствуйте. 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 Продолжение следует...